Мне хотелось научиться владеть своим телом. Это упражнение у Оксаны Колодиной стало первым на пути в большую йогу. Она начала в 2007-м и после получения соответствующих сертификатов преподавала в Новом Уренгое. Когда устроилась на вахту, организовала занятия в Новозаполярном. На первое занятие пришли 13 человек. Я была очень удивлена, потому что из этих 13 человек было 7 мужчин и 6 женщин. Спрос на йогу, преподаваемую на общественных началах, в вахтовом поселке традиционно высокий. Почти 7 лет назад здесь уже начинали и после долгого перерыва продолжили. Мы растягиваем и мышцы, и связки, и вплоть до добираемся до суставов. Занятия, которым только месяц, быстро приобрели группу постоянных поклонников. Вечером после работы многие из учеников поменяли бассейн и тренажерку на небольшой зал первого жилого модуля. Каждый день не пропускала ни одного занятия. Раскрывается вся грудная клетка, очень легко себя ощущаешь, дыхание улучшается. Для меня было сначала сложно. Я начала чувствовать свое тело, суставы, мышцы и, в общем-то, спинка выпрямилась. Ровная спина – одно из важных условий выполнения упражнений. Приходит на помощь кирпичи, как опора. В Энгаре-йоге для облегчения растяжки существуют так называемые пропсы. Деревянные кирпичи, подушки, стулья, одеяло, ремни – приспособления, чтобы убрать дискомфорт и сохранить ровную спину. Вот здесь, в этом положении, мне уже легче держать комфортнее спину. А ремешок нужен для того, что если я не могу дотянуться до стоп или вот с такой округлой спиной тянусь, то в таком случае мы используем ремешок и в ровном положении делаем наклон. Легкого, наверное, ничего нет. В принципе, все через какие-то практики идет. Просто с каждой практикой становится что-то легче делать. Какие-то мышцы не разработаны в той или иной мере. И приходится как бы прорабатывать. Оксана помогает, подсказывает. Работа персонально с каждым отличает групповые занятия от просмотра видеоуроков. Тренеру можно и вопрос задать, и под присмотром от травм уберечься. Перед сном, понятно, занимаются по простой программе – растяжка, дыхание, статика. И даже спортсмены со стажем находят в этом пользу. Я думаю, человек 15 может с легкостью поместиться в этом зале. Но если плотно, то до 20 максимум. Занятия проходят три раза в неделю, и для закрепления полученного результата на междувахтовом отдыхе рекомендуют как минимум пользоваться дополнительными видеоуроками. Дмитрий Тугинов, Заполярное месторождение.